приветствую вас дорогие мои раки с вами опять я Татьяна Шиманова сегодня у нас будет прогноз на недельку 28 октября по 3 ноября пройдемся по главным событиям этой недели посмотрим какой сюрприз вам принесет конфетка о чем предупредит заноза ну и конечно спросим обязательно совета у оракула затмения итак мои хорошие приступим каким будет ваше настроение на этой неделе или в какие-то моменты этой недели ну пятерочка чаш что-то взгрустнется друзья мои что-то взгрустнется что-то разочарует вас либо вы сами себя разочаруетесь когда что-то не получается да вот всегда же огорчаешься поэтому скорее всего да не скорее всего точно что будет такой момент на этой неделе но не всю неделю и вот сейчас посмотрим по событиям даже по событиям будет ли у вас время и возможность грустить и скучать да итак главные события луна ну в принципе да что-то такое вполне возможно рыцарь чаш отлично и восьмерочка мечей ну что ж интересненько давайте по порядочку откуда грусть печаль откуда друзья мои оттуда где у нас луна что такое луна мои хорошие это когда ничто что-то неясно что-то смущает какие-то неясные знаки идут что происходит вокруг отчего так происходит непонятно может человек изменил свое поведение не сдержал обещание непонятно почему вот да луна это когда человек находится в затруднительном положении но по одной причине потому что он не может понять почему так происходит почему это со мной случилось вот знаете вот это выражение как раз касается именно такой ситуации почему я что-то непонятное понимаете да это может быть непонятки на работе вроде как говорится начальник был доволен а тут вдруг что-то стал косо смотреть с чего вдруг не ясно или ваша половинка вдруг что-то загрустила стала носик воротить с чего вдруг тоже непонятно вот такие моменты мои хорошие ну конечно карта луна может проиграться у кого-то и шепотками за спиной вполне какими-то интригами это тоже может быть поэтому если кто-то уже это замечает или заметил ну будьте внимательны к таким знаком разберитесь что почем и почему и как говорится чем это вам может аукнуться в будущем обязательно не спускайте это на самотек потому что действительно это может оказаться что-то серьезное вот ну в принципе друзьями вот такое настроение вполне может быть из-за происходящих событий то что нам транслирует луна что тут еще можно сказать такие ощущения вызывает знаете еще необходимость идти в какую-то ситуацию где не ясен прогноз вот обычно это бывает когда предлагают какую-то сделку или вдруг какой-то человек который раньше не обращал на вас внимание вдруг вам начал говорить комплименты или что-то вам предлагать заманчивое отсюда возникает что ну конечно настороженность чего вдруг с какого перепугу да вот все это стало происходить вот вам пожалуйста вторая карта у нас рыцарь чаш очень позитивная это друзья мои дружеские встречи разговоры предложение дружеского характера или предложение любовного характера это может быть и знакомства сердечные да мои хорошие это может быть романтическое свидание это может быть поездка приятная ну может кто-то поедет в отпуск на моря океаны вот кто-то на речку кто-то на озеро тут у кого что в наличие имеется вот кому-то кому-то может быть приглашение или предложение даже руки и сердца или жить под одной крышей почему бы и нет почему бы нет друзья мои все может быть вообще все случается спонтанно как то знаете иногда вот думаешь что это что это было непонятно с чего вдруг вот такое счастье привалило она вот возьми и привали и нас не спроси поэтому да рыцарь мечей может для кого-то это поездка дружеская любовная поездка для кого-то деловая поездка но она не с приятными последствиями или с приятными партнерами с приятными дальнейшем дальнейшем каким-то результатами что ли на больше знаете когда это бывает когда уже все обговорено я имею ввиду если деловая поездка когда уже все обговорено и осталось только подписать все подписать и все и пожать руки друг другу вот в этом то то есть никаких уже казусов не может быть может для кого-то действительно романтическое свидание может быть романтическое знакомство в общем куда ни глянь везде хорошо это могут быть и родственники это могут ближайшее ваше окружение я имею ввиду общение с такими людьми то есть общение которое приносит душевную душевный комфорт вот душевный комфорт это может быть связано и с творческим новый проект новая идея новое партнерство содружество так что грустить и некогда абсолютно поэтому вот эти моменты такой грусти такого настроения ну бывает накатывает иногда и без повода кстати говоря и присночок вот посыпаешься утром и ничего делать не хочется так бы лежал особенно когда год дождик идет такой шуршит тебе понимаешь ли под ухо ну сами понимаете да ладно идем дальше третье событие но третье событие друзья мои восьмерочка мечей тут может быть ситуация в двух вариантах если можно 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 выразиться у кого-то это собственные запреты на что-то причем ну жестковатые запреты может быть связаны с диету с диетами типа я себе сказала нет сегодня ты не кушаешь все прямо жестко так я на диете но это как пример для кого-то друзья мои запреты связанные с какой-то работой с какими-то задачами или знаете может быть карта проиграться как запрет со стороны преграды со стороны испытания трудности что-то мешает может и кто-то мешает тут бывает по-разному друзья мои но вот если говорить как о мечах я часто повторяю что здесь речь скорее всего идет о работе нашего ментала то есть запрет себе вот именно в ментальном плане я вот проанализировала проанализировала решила нет мне это не надо или мне это не по статусу мне это не положено мне это запрещено и пошло поехало да как вот вот такие запреты вот такие пирожочки может быть конечно ситуация когда не видишь выхода но ну не видишь и все тут или пытаешься но она не получается никак не получается еще с этим делать одному богу известно то есть такой тупичок тупичок но опять же мои хорошие опять же вполне можно может вот это связано и с событиями по луне да когда чувствуешь что что-то происходишь даже где-то слышишь видишь на ну не знаешь что с этим делать как это разрулить как это разблокировать бывает бывает ладно давайте по конфеткам пройдемся звезда отличная конфетка друзья мои повышение авторитета популярность повышение по службе исполнение желания появление надежды на что-то особенно надежды как которые раньше ну никак не могло быть да где вы поставили крест и сказали нет этого просто не может быть может друзья мои может и звездочка нам об этом и говорит да это счастливый случай это удача удача чего бы она ни касалась я даже тут не буду углубляться как говорится варианты потому что просто во первых это не бессмысленно как и любая удача да и невозможно предусмотреть вот она свалилась и все здрасте ваша тетя принимайте угощаете так большая конфетка большая с вишенкой с тортиками и совсем совсем прочим так с коньячком если кто любит заноза какая шестерочка чаш вот у меня ощущение что заноза это ностальгия ностальгия по упущенным каким-то может быть возможностям шансам ностальгия по каким-то людям да или по одному какому-то человеку ну а так вообще карта то больше позитивная она говорит о любви дружбе детях вот общение приятным но вот бывает если говорить о занозе то есть только вот именно ностальгия больше я здесь ничего не вижу ну то знаете конфетка и заноза вот я бы так сказал и конфетка и заноза кому что привалит так что тут нет меня зависит ладно давайте посмотрим что у нас советом оракула затмение знаете еще вот бывает такая заноза которая потом превращается в конфетку бывает да допустим возникла необходимость куда-то идти что-то сделать или с кем-то встретиться но не хочется сил нету прямо корежек вот ну не хочу а надо вот заноза да идешь встречаешься делаешь и потом такой тебе бонус приваливает что ты просто бау от счастья подпрыгиваешь то есть ты получил конфетку понимаете да что ж отлично идем дальше совет совет оракула затмение любовь ну что ж прекрасно прекрасно друзья мои ой любовь любовь но здесь знаете любовь конечно не только между мужчиной и женщиной тут хотя картинка именно об этом говорит да тут больше любовь вселенская такая к детям к родителям к людям которые вас окружают да и к себе тоже кстати о птичках ну если вернуть вернуться сердечно любви ну видимо ваша половинка или ваш партнер или партнерша поклонник поклонница требует какого-то внимания большего внимания с вашей стороны может стоит обратить на это может стоит пойти на встречу особенно если место имеет 40 как это недопонимание вот может стоит разобраться может пойти на свидание если вас приглашают а вдруг а вдруг это именно тот или та которого вас вам прислала судьба бывает такие случаи что человек начали не нравится как-то от него отталкивает а потом оказывается что человек то золотой золотой так что подумайте подумайте вот такое у меня ощущение от этого советом ну что ж мои хорошие на этом я закругляюсь не забывайте что это общий прогноз вот вы все разные у вас разные обстоятельства и соответственно информация которую получаете от карт должна учитываться именно по этому формату желаю вам всех благ удачи здоровья любви и до новых встреч мои лапоньки снаселья мы